Рекламно-информационная программа Культпоход Вообще, конечно, у нас будет сегодня разыгрываться пригласительный выставочный зал Авиатского художественного музея Лаборатория научных развлечений «Нереальная реальность. Ноль плюс». Так что, мне кажется, что в этой программе вполне можно, да? Слушать тем, кто с ноль плюс? Включать приёмник и слушать тем, кому ноль плюс. Это мы с Николаем Голиковым можем сегодня ответственно заявить. Да, Николай? Да, Светлана. Светлана Занько, Николай Голиков. Это программа Культпоход. Добрый день. Вот такое у нас было оригинальное начало этой программы. А на самом деле мы будем говорить не про нереальную реальность, а про вполне себе реальную. И поэтому в гостях у нас сегодня совершенно прекрасные люди. У нас сегодня в гостях театр на Спасской. В лице, во-первых, директора театра Владимира Грибанова. Владимир, добрый день. Добрый день. Юлия, а вообще две Юлии ещё, понимаешь? Светлана, ты загадала уже? Это ж я думаю. Вот, а представь, как Владимир Иванович, он когда ходит в доме Юлии, у него всё сбывается постоянно. Юлия, он ушает за литературно-драматической частью. Правильно, Юлия? Да. Да, театр на Спасской. Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью. Театр на Спасской. Добрый день. Добрый день. Ну, а теперь угадайте с трёх раз, о чём говорить будем. Да, у нас предстоит изучить будущий театральный сезон. Это первое. Во-вторых, предстоит разыграть множество замечательных призов, потому что культ поход — это ещё и викторина, и замечательные призы. И не просто разыграть призов, много ответить на наши сложные, замысловатые вопросы. Хитрые очень, да. Правильно ответить. И всё это в прямом эфире, и всё это при непосредственном общении со слушателями по телефону 211-101. Кроме того, у нас есть видеотрансляция и аудиотрансляция на нашем сайте. Всех гостей, все призы, все наши действия можно там наблюдать. Вот есть камера, я там машу ручкой сейчас, показываю вам, что вы можете сегодня выиграть. Что это на самом деле книжка, а не фикция какая-нибудь. Да, да. Приступим? Конечно. Ну, что у нас? По-моему, первое, что мы начнём, это мы спросим. Так, театр из отпуска вышел. Да, 10 августа коллектив «Сеатр» на «Спасской» вышел из очередного своего отпуска. Наше большое счастье. Отпуск у нас всегда летом. Единственное, что лето ныне нас подвело. И те, кто уехал в тёплые края, им, конечно, повезло больше. Вот не знаю, кстати, я тут недавно гулял по вокзалу, так получилось, пришёл поезд «Адлер-Киров». И мы, как получилось, с моим сыном смешались с людьми, выходящими из этого поезда. Ну, так получилось просто случайно. Да мы были там самые загорелые. Так что насчёт тёплых краев я не знаю. Видимо, какие-то ещё более тёплые надо было. Ну да, я смотрел на своих сотрудников, там, и на актёров, и на всех. Я знаю, на Юнуша это всё. И на всех остальных, да, вот Юля напротив сидит. Я вчера спрашиваю, Юля, скажите, а загар до весны, наверное, да, задержится? Говорит, да, задержится. Конечно, если рыбачить каждый день, то он задержится. Да. Да, отпуск — это прекрасно. У нас с тобой тоже, Коля, будет отпуск, не переживай. Когда-нибудь будет, но он будет. Зимой, за полярным кругом. Да, ну, я, естественно, не могу не спросить сразу же о том, что произошло за этот период времени, потому что у нас прошли новости, что пять человек, пять актёров театр покинули. То же самое происходит в драмтеатре. У нас был господин Солдатов. Да, да, я слушал вашу программу, когда Солдатов вещал там о своих вопросах, там вы озвучили наши, значит, вот это... Ну, как раз в тот день новости появилась. Ну, скажем так, я не помню, значит, за те уже практически 13 лет, как я директор театра, чтобы хоть один год, когда мы собрались после отпуска, чего бы ни... что-то обязательно должно произойти. Или кто-то увольняется, или кто-то там заболел, или кто-то сломал там себе руку или ногу, и начинается свистопляска с заменами, вводами и так далее. Потому что зритель нас ждёт, и открытие театрального сезона – это неизбежно, так же, как восход луны или солнца. Вот, и никуда от этого мы не денемся. Да, действительно, буквально в последний рабочий день перед отпуском у нас уволился один из старейших актёров Николай Забродин. Ну, это уже вопрос такой возрастной, здоровья и так далее. Вот, когда мы находились в отпуске, мне с интервалом в два часа в один и тот же день позвонили Саша Андрюшенко и Серёжа Трёкин. Значит, сообщили молодцы, не выйдя из отпуска, а летом сообщили о том, что они увольняются, объяснили все свои обстоятельства. Вы уж у меня, простите, господа ведущие и слушатели, я не буду раскрывать их семейные там какие-то тайны, то есть, которые являются причинами их ухода. Ну, вот так вот две семьи одновременно, значит, покинули театр. Вот. Ну, и самое, конечно, ну, это, в общем, такая ротация актёров, это история такая, она сложности определённые для театра создаёт, но в то же время это естественный процесс, поэтому от этого никуда не денешься. Мы ежегодно так или иначе там всё равно принимаем к себе на служение, значит, театральному искусству молодых актёров. Вот. Просто в этом году, значит, пришлось в большее количество актёров, значит, пригласить. Что, собственно говоря, и произошло. Вот. Но есть, как бы, потери восполнимые, а бывают потери невосполнимые. Всё вы знаете, что случилось у нас в июле месяце. Покинула нас навсегда Мария Дмитриевна Карпичева, о чём мы очень все оскорбим. И на сборе коллектива, значит, 10 августа все, значит, сотрудники театра «Минуты и молчания» её вспомнили. А 24 сентября мы поедем, то есть сентября-август, оговорился, мы поедем на Клагбаща, это будет 40-й день, значит, там вот с ней опять повстречаемся. Так что вот, ну, а, значит, взамен, вот сейчас приняли мы трёх ребят молодых, значит... Откуда? Значит... Откуда дровишки? Дровишки. Одни дровишки приехали из Ярославля, закончил мальчик Ярославский театральный институт, вот, но родом кировчанин, так что вернулся, да, на родину. Приехала девочка Катя, она закончила Екатеринбургский театральный институт, но тоже родом из Кирова. Ага. Да. Кировчанин, молодёжь возвращается в Киров. Возвращается в город. Правительству должно это понравиться. Да, должно понравиться, и нам это нравится. Причём Катя, с Катей я виделся ещё год назад, когда мы ездили на фестиваль в Екатеринбург, Ледоплейс, она подходила, говорила, я через год заканчиваю, Владимир Иванович, вот как-то бы мне в ваш замечательный театр попасть, я очень хочу, я сплю и вижу, я выросла на вашем театре. Ну вот, может быть... Это же приятно слышать, правда? Конечно, конечно. Может быть, одна из причин, почему они возвращаются именно домой, они ищут своё счастье где-то там в других, может быть, более успешных и больших городах. Вот. И ещё, значит, один мальчик тоже из Екатеринбурга, они однокурсники, значит, ну, сам он тоже родом из Екатеринбурга, трое. Значит, ну, я планирую ещё принимать, значит, ещё актёра и актрису. Да, у вас же две девушки ушло. Да, да. Ну, понятно, что две девушки ушло, у нас там с девушками в театре всё хорошо, у нас их много, хороших, талантливых, красивых, как всегда, в большей степени, ну, так складываются пьесы, репертуар, что в большей степени мужская половина человечества занята, в том числе и в спектаклях. Так что вот, то есть у нас баланс как бы восстановлен сил, вот, и будет продолжаться восстанавливаться, и сейчас просто театр до открытия сезона театрального активно работает над заменами, над вводами в спектакли текущего репертуара. Ну, конечно, возникли определённые сложности, мы готовили к выпуску спектакль, значит, пьесу «Побег из Берлина», то «Гудбай, Берлин», да, «Чик», «Гудбай, Берлин». Побег из Шоушенка, да? Да, да, вот, репетировал в качестве режиссёра Александр Трясен, который закончил тоже московский ВОЗ, как режиссёр, это планировалась его дипломная работа. Исполнители двух главных ролей, там как раз должны были быть Терёкин и Андрюшенко, но поскольку они уволились, значит... То есть они совершили «Побег из Кирова»? «Побег из Кирова», да, в результате, да. Ну, мы этот спектакль, просто постановку, немножечко заморозим на какой-то период времени, потому что есть другие планы, которые нам необходимо сейчас сделать. Ну, нужно определиться с новыми исполнителями, естественно, посмотрим на новую молодёжь, что она из себя представляет. Ну, вот, может быть, значит, там кто-то из них там и возникнет в новой постановке. Ну, а так, вот, планирую 22-го открыть сезон, значит, вот в сентябре начнём репетиции, нового спектакля «Роза и Соловей» по Андерсону, ну, такая история, значит, детская, будет замечательная. Приглашён режиссёр Зимин такой. Вот, премьера где-то в ноябре должна состояться, в декабре будет премьера спектакля «Принцесса из листвий», значит, там это будет тоже такая первая проба режиссёрская, серьёзная нашей актрисы Наташи Красильниковой, которая учится на режиссёра тоже. Ну, то есть, вот, как бы так, до Нового года такие планы. То есть, вас планы интересуют в дальнейшем? Ещё бы. Ещё бы. В общем, интересует к планам, перейдём после короткого перерыва. Культпоход. Продолжается программа «Культпоход». Здесь студия Николая Голиков и Светлана Занько. И у нас в гостях Владимир Грибанов, директор театра «Наспаска» Юлия Юношайта, заведующая литературно-драматургической частью этого театра, и Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью, театр «Наспаска». И тут вот в перерыве Юлия Ненушайта так нам сказала, вы знаете, несмотря на то, что, значит, совершён побег из Кирова. И побег из Берлина, как бы, немножко отменяется. И пока что отложена постановка, но всё-таки... В гостях приезжают, да, автор пьесы. Это изначально был культовый роман. Он культовым стал буквально в Германии моментально. Написан роман в 2010 году и переведён на 26 языков мира буквально в течение двух лет. И сразу, естественно, у театров возникла потребность в инсценировке. Роберт Каль за флит Дюссельдорфского театра сделал инсценировку, и спектакль был признан в Германии одним из самых востребованных. Его сыграли более 700 раз за сезон в 2012-2012 году. Это вот только в Дюссельдорфе, что ли, и вообще в Германии? Нет, в Германии, да. У нас уже пьеса была переведена при поддержке Гёте-института, и более 40 постановок по стране. В 2015 году она была переведена, то есть вот за два года такой интерес к пьесе. Мы пригласили Роберта на нашу премьеру. И несмотря на то, что премьера отложена, визит Роберта состоится. Мы планируем сейчас читку его пьесы в формате открытой репетиции, эскизы спектакля. И нам очень помог и поддержал этот проект Гёте-институт, с которым у театра давние отношения. Они помогали нам в работе над спектаклем Бориса Павловича «Камень». Это была первая постановка этой пьесы в России. Так что вот ждём с нетерпением гостей из Европы, познакомиться. Может быть, какие-то с режиссёром у них возникнут новые идеи. Как это можно, что можно. В чём суть, где там история в пьесе, какая она? Это такая роуд-мовия двух подростков, которые сбегают из Берлина в поисках самих себя. Путешествие, которое началось внезапно, с ровного места. Они сорвались, уехали на старых «Жигулях», которые нашли. На Ниве. Да. На Ниве всё-таки. Один из персонажей, там два главных героя, это Чик и его друг, выходец из России. Понятно, почему на Ниве. А это в какие годы вообще происходит всё? Это в наше время происходит. Это в наше время уже сейчас, да? По качеству литературного материала, мне кажется, чем ещё очень приглянулась театру Наспаска эта история, это отсылка к спектаклю Клокова над пропастью воржи, когда Селенджер написал замечательный на все времена роман. Ну, повесть так-то формальна. Чем-то близка история Холдена и история этих мальчиков, которые мы всё-таки расскажем в новом театральном сезоне. Они, мне кажется, созвучны. Если Вы говорите, что приедет в конце сентября всё-таки к нам гость из Германии, и мы каким-то образом сможем его познакомить со зрителями, зрителей с ним. Да. Ещё раз разъясните этот формат, чтобы слушатели поняли, как они могут в этом поучаствовать. Мы думаем, предполагаем, что это будет, во-первых, открытая встреча с ним. В качестве партнёров мы приглашаем Вятский госуниверситет. На их площадке, вероятно, будет эта публичная встреча. Надеемся, что Роберт расскажет о сегодняшнем дне современного немецкого театра, современной немецкой драматургии. И на следующий день, 23 сентября, будет эскиз спектакля или репетиция в театре с обсуждением со зрителями. И там как можно поучаствовать люди могут прийти, да? Да, конечно. И на встречу в университет, это будет открытая встреча, можно будет прийти. Всё это мы, конечно, расскажем, анонсируем и в наших группах, соцсетях, и на сайте театра. И будем очень ждать гостей, зрителей, чтобы обменяться мнениями, потому что в практике эскизов всегда разговор какой-то со зрителями после происходит. Да, давайте будем подключать наших слушателей, потому что у нас культпоход, это ещё и викторина. И мы попросим наших гостей задать первый вопрос. А слушатели готовятся отвечать по телефону 211-101. Кто подготовился? А мы все подготовились. Да, молодцы, вы выполнили домашнее задание, хорошо. Директор, какой? Он показал, да. Юлия отмечает. Жестком поручение дано. Можно уже задавать, да? Да, всё, да. Значит, первый вопрос у нас будет такой. В сентябре этого года мы едем с фестивалем «Карени», со спектаклем «Карени» на фестиваль «Реальный театр». Год назад у нас случился другой фестиваль. И мы хотим спросить, помнят ли зрители, как называется фестиваль в Москве, на который Театр Наспаска ездил в прошлом году? Фестиваль в Москве, на который Театр Наспаска ездил в прошлом году, в сентябре. Варианты ответов. Каледоплейс. Каледоплейс. Арт-миграция. Арт-миграция. И арт-эмиграция. Арт-эмиграция. 211-101. Три варианта ответа. 211-101. Наверное, надо сказать, что призы, за которые обидеться будем, да? Да. То есть, во-первых, начнём, наверное, с выставок. Давай начнём сегодня с выставок. Пригласительный билет на две персоны в галерею прогресса на выставку Дениса Ермака, который был у нас здесь в воскресенье в гости. В открывашке. Да, в открывашке. Прекрасно они здесь занимались лепкой. Выставка «Как надо» называется. Я сразу по-русски говорю, потому что по-литовски мне не прочитать. Возрастное ограничение 6+. Пригласительный билет на две персоны на выставку «Мир фэнтези» в выставочном зале Вятского художественного музея. Там ограничение 0+, о котором мы говорили. То есть, все могут сходить. Вообще, интереснейшая выставка, которая до сих пор, тропа народная, не заросла. Это выставка «Нереальная реальность» лаборатории научных развлечений. Это в выставочном зале художественного музея. Там тоже ограничение 0+. Ну и, как у нас уже сейчас повелось, пригласительный зоологический музей. Осуществование которого многие узнали как раз из нашего эфира. Который прекрасно живет и работает уже много лет. На две персоны, на несколько выставок зоологический музей. У нас есть книги. Или сначала все-таки... Нет, давай книги и сразу же... Давай книги, да. Книги прекрасные, Светлана будет показывать. Я буду говорить. Андрей Рубанов «Патриот». Роман-финалист премии «Национальный бестселлер». 18+. Для тех, кто любит книжки поинтересней. Тяжеленькая. Да-да-да, солидная книжка. Очень так. Александр Васькин. «Повседневная жизнь в советской столице при Хрущеве и Брежневе». Ой, прекрасно. Отлично. «Занимательное путешествие в недалекое прошлое, которое поможет современному читателю понять настоящее». Слушай, тут на обложке и я. Что ты говоришь? У меня такая же шапочка была с резиночкой меховая. Ограничение 16+. Эти две книги — это книги из магазина «Читай город». Их и другие интересные вещи вы можете купить в магазине «Читай город» по адресам Преображенская, 65. Это в торговом центре театра. А слово «Полку Игоря»? Либо на Ленина 103, торговый центр «Крым». А ты подожди. А эту книгу нам дает магазин «Бумага», потому что мы начинаем подготовку к учебному году. Слово «Полку Игоря» там самое интересное ограничение 12+. То есть как бы раньше 12 не стоит. Хотя, мне помните, мы его читали в младших классах. Что-то изменило их в жизни. Фрагменты очень маленькие. В магазине «Бумага» всегда можете найти не только книги, конечно, и констовары, и что особенно актуально на старте нового учебного года. Октябрьский проспект, 88. Кроме того, у нас есть пригласительный билет на двоих в обновленный ботанический сад. Кто еще не побывал на ночь открытия, могут сходить посмотреть от Карла Маркса, 95. Только предварительно нужно было там позвонить, там связаться, чтобы была экскурсия. И, кроме того, у нас... Что-то от «Гауди». Да, что-то от «Гауди». Пригласительный билет на двоих на 26 августа. Это в следующую субботу будет в 8 вечера. «Миднайт джаз» в ресторане «Гауди». Вот такой список результат. Не забывайте, что сегодня еще тоже вечером в «Гауди» продолжается джазовый фестиваль. Кто-то был вчера на Open Air? Да, мы были большой компанией с актерами театра «Наспаской», с художником театра «Наспаской», с Ромой Цепелем. Это было прекрасно. На улице. Теплый вечер. Вечер, джаз. Свет, у нас все-таки не надо забывать, что сегодня в гостях театра «Наспаска» и еще будут пригласительные билеты от наших гостей. Но это будет с небольшим таким, да, с интригой. Давайте примем сейчас телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Вы помните еще вопросы и варианты ответа? Да, вопрос помню. Я думаю, что фестиваль назывался «Арт-миграция». В точку. О, все хорошо. О, сколько я помню. Прекрасно, Ольга. Очень хорошо, что вы следите за судьбой нашего театра. Что выбираете? Я бы хотела сводить ребеночка на экскурсию «Нереальная реальность». Прекрасно. Отлично. Сверху купайтесь с нашим продюсер. Вам объяснят, как получить пригласительный билет. Так, ну что, мы продолжаем гостей спрашивать, да? Владимир, кого следующим назначите, задавать вопросы? Все права Юлии делегированы. Все, она у нас сегодня. Как-то вы же сказали, что все права Юлии делегированы. Конечно, конечно. Так, Юлия Беля. Большой интерес, большой популярностью в нашем театре в прошлом сезоне пользовался спектакль «Алексей Каренин». Ну или просто «Каренин», как он называется. Вот, я думаю, что многие знают и сюжет этого произведения, и первоисточника этого произведения. Как зовут самого главного героя, я думаю, все помнят. Зовут его Алексей Александрович. У меня вопрос совершенно простой. Назовите, пожалуйста, отчество Анны Карениной. Отчество Анны Карениной. 211-101. Кстати, интересно. 211-101. Да, вот как хорошо, что два вопроса смотрят. Я совсем недавно узнал отчество Татьяны Лариной, так удивился. Оказывается, в романе упомянутые родители. Или кого как звали. И можно вполне понять, как у нее было отчество. Не помню. Но я удивился тому, что это можно знать. Вот отчество Анны Карениной вопрос. Да, да. 211-101. Отчество Анны Карениной. Список мы только что зачли. А призов, которые у вас... Да, призов такой длинный, что, пожалуйста, не просите нас его повторять. И сейчас вы тоже ведь едете на фестиваль, да? В преддверии открытия сезона. Расскажите, пожалуйста, про это. Это очень древний фестиваль. Это сейчас будет уже 14-й фестиваль «Реальный театр». До того, как он стал называться «Реальный театр», он назывался несколько иначе. Фестиваль как-то там уральских театров и так далее. Мы там регулярно бываем на нем. А это где будет там? В Екатеринбурге. В Екатеринбурге, да? Ну, это, как говорят у нас в театральном мире. Это фестиваль Лаевского, Олега Семеновича. Значит, это довольно известная личность в нашем театральном мире и не только. Мы едем... Нас пригласили туда со спектаклем «Каренин». Ну, замечательная история. Мы очень рады, что мы туда едем. Там в течение весны, вот прошлого сезона, этот спектакль приезжали, отсматривали специалисты «Золотой маски» на предмет номинации на «Золотую маску». Я думаю, что и на этот фестиваль тоже приедут посмотреть спектакль. Вот, ну, в связи с тем, что некоторые, значит, люди покинули театр, а исполнительница одной из главных ролей Анны Каренина у нас находится в очень интересном, замечательном состоянии, и уже на сцену ее выпускать нельзя. Ну, это внесет какую-то новую виду в этот спектакль. Она ждет ребенка. Ну, мы подумали сначала, ну, там же она же в процессе, значит, там, да, история, она беременна и так далее, но не везде, поэтому... Да, это не подушка, которую можно снять, поставить, там, значит, такое. Поэтому мы пригласили, согласовав, естественно, эту историю там с руководством драматического театра, актрису из нашего драматического театра, значит, Лену Некрасову-Сизову, значит, вот на исполнение роли Анны Карениной пригласили режиссера постановщика спектакля Егора Чернышева, вот сейчас он четыре дня, с 10 по 14, там, интенсивно репетировали, они осуществляли ввод в этот спектакль. Все, слава богу, все хорошо, все очень довольны, значит, так что актриса драматического театра поедет с нами на фестиваль в Екатеринбург. Когда вы едете? Значит, играть мы будем 13 сентября. Ну, мы приедем туда на день раньше, уедем на день позже, нам еще удастся посмотреть спектакли фестиваля других театров. Так что вот это большая радость, потому что это, по сути дела, один из ведущих фестивалей России театральных. Если брать таких самых, ну, как говорят сейчас крутых, да, то это «Золотая маска» и «Роликин», вот в Санкт-Петербурге, маска в Москве, и фестиваль Лаевского в Екатеринбурге, это практически... В тройке лидеров. Да, в тройке лидеров, там самый такой... Статусный значимый фестиваль. Статусный значимый фестиваль, я только уточню, для театров, для детей и молодежи. Чтобы было понятно. Реальный театр? Нет, «Орликин». Нет, «Орликин», да. Ну, я просто не закончил фразу. А на реальный театр, там, да, приезжают все. Алексей Семенович лично отбирает. У нас есть телефонный звонок. Да, мы сейчас узнаем отчество Анны Карениной. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Александр. Александр. Ну что, каков ваш вариант? Какое было отчество Анны Карениной? А варианты есть какие-нибудь? Ну, давайте задам варианты. Андреевна Алексеевна Аркадьевна. Я думаю, Андреевна. Алексеевна Аркадьевна. Так, вы думаете, Андреевна? Да, да. Пальцем в небо попали. Ну, собственно, да. Второй и последний шанс. Алексеевна. И все равно промахнулись. Отлично, спасибо вам. Попробуйте дозвониться в следующий раз. Сейчас следующий счастливчик получит приз 211-101. Опять же, внимательный счастливчик. Читайте. Да, который слушал сейчас взрыв этот разговор, потому что иначе он снова попадет пальцем в небо. Да, кстати, между прочим, мы уже не будем давать вариантов. Мы не будем давать вариантов. Это тот, кто сходу ответит и назовет отчество Карениной. Есть возможность до перерыва еще дозвониться. 211-101 отчество Анны Карениной. И остался вариант, который тут очевиден. Ну, вот, собственно говоря, есть желающий. Ну, смотри, попробуем. Давайте попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, Аркадьевна. Ну, как бы. Ура, ура. Вы прекрасно правильно думаете. Вы уже не оставать, конечно. Как вас зовут? У вас логическое мышление развито очень сильно. Светлана. Так, Светлана, очень приятно. Что выбираете из нашего длинного списка призов? А вот вторую книгу говорили 18+, я не запомнила, к сожалению. Так, книга одна у нас 16+, другая 18. Одна про эпоху Брежнева, другая Патриот. Патриот 18+. Роман Патриот или... Мужская зелья проза нового реализма. Да, да, да. Ее, да? Все прекрасно. Не кладите трубочку. Вам объяснят, как вы можете получить эту книжечку. Мы прервемся на две минуты. У нас реклама. И снова в студии с вами и с нашими гостями. Культ поход. Ты, Коля, ходил на Каренина? Ты знаешь, нет. Ты представляешь. У меня все впереди. Вот я тоже чувствую, что мы придем, когда все созреет, вызреет. Будет получена золотая маска. И только тогда, Коля, мы выйдем из студии, наконец-то. Когда уже увидим, что там специальный знак качества совершается, только тогда уже. Выйдем из студии и сможем, наконец, насладиться. Да, он пророчит великое будущее. Это прекрасно. Мы продолжаем наш разговор. Это культ поход. И здесь у нас замечательные гости. Владимир Грибанов, директор театра «Наспаска». Юлия Инна Шайта, заведующая литературно-драматургической части театра. И Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью. Это театр «Наспаска». Продолжаем. Да, конечно. Розыгрыш. Сразу давай культ поход. Сразу да. То есть я теперь, да? Я теперь. Хорошо. Но у меня всегда вопрос музыкальный. Поэтому сразу попрошу Дениса включить маленький фрагмент композиции. Старенький, добренький. Ты в дорогу собрался? Да, это огни вечернего Массачусетса. Это группа «Бюджетс». Я что-то решил ее вспомнить. Она была очень популярна у нас в Советском Союзе. Но почему-то в Советском Союзе воспринимали в основном как группу танцевальную, да? Хотя она всегда походила по ведамству рок-н-ролла. Кстати, она была создана в 58-м году. Она старше меня. И была актуальна все эти годы до сих пор. Вот пока по естественным причинам из всех братьев живых от не остался только один. Сейчас здравствует только один из всей этой братьев. И вопрос такой. Очень простой. Очень легкий. А сколько всего было вот этих братьев-гибов, которые создали эту группу, да? И работали в ней все эти годы? Ну, может быть, не все эти годы. Кто-то приходил, кто-то уходил. Их было три брата, да? Их было четыре брата или их было пять братьев? Вот тот, кто ответит, тот получит на следующий приз. Группа Би-Джи, сколько братьев-гибов было в этой группе? 211-101. Сколько было братьев-гибов, точнее, так вот. Они все там были в этой группе, да? Они все были там. Остался сейчас один. Один только остался. 211-101. Надо присмотреться, кстати. У нас есть телефонный звонок. Да, конечно. Кто интересный? Кто-то сможет самаху сказать? Не знаю. Сейчас узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и сколько же было братьев-гибов? Я попытаюсь угадать четыре. Вы совершенно правильно угадали. Их было четверо, хотя везде трое. Узнай имя нашего героя. Вот как вас зовут? Михаил. Михаил, а вам же вы скажете, кто из всех них пока еще остался жив? Нет. Человек угадывает, ну-ка. Ну ладно, все-таки тогда не буду. Что выбираете из списка призов? Ботанический сад. О, так вот. Отлично. Не кладите трубочку, вам объяснят, как получить пригласительный билет в ботанический сад. Неплохо мы представили ботанический сад в прошлый раз, да? Ты видишь? Ну там было, что представили. Мало того, что мы спродюсировали огромную толпу, которая туда пришла. Ты сейчас вот билеты выбирают в ботанический сад. Понятно? Там есть, что посмотреть, есть, что показать. Мы же не на пустом месте создали это. Продолжаем разговор с театром на Спаске. Итак, вы съездите на фестиваль, покажете там свой спектакль «Каренин». Воды осуществлены. Сейчас уже мы прогнозируем, что будет «Золотая маска» потом. Да. Да? Вот. Потому что нам же надо с Николаем. Да, иначе как же мы на «Каренин»? Нам надо еще обсуждение с критиками пережить, которое будет. То есть дискуссия с участием зрителей и критиков — это обязательная часть все эти годы этого фестиваля. И по накалу страстей эти обсуждения, говорят, ничем не уступают спектаклям, которые... А почему так это условно говорят? Говорят. Или вы... Юля, вы не присутствуете на всякой встрече? Нет. Я на фестивале «Реальный театр» ни разу не была, в отличие от Владимира Ивановича. Да, там побывал очень много раз со всеми спектаклями практически, которые туда ездили в разные годы. На самом деле, да, там очень жесткая история. Это фестиваль, на котором не раздают призы и места. Да, но там все очень серьезная критика собирается. Услушу бы раздавали призы и места, да? Да, молча. Первое место, вот вам еще какой-нибудь там кубок, там премия и так далее. Нет, там, конечно, по косточкам разбирают очень серьезно. И в этом году, там, насколько я знаю, там будет Мария Дмитриевская, да? Ну, это очень серьезный соперник. Это такой человек, который безжалостно разбирает все. Хотя очень талантливый, уважаемый всеми нами. Главный редактор журнала ПТЖ, Петербургского театра. Театрного журнала, ведущее издание. Ну, вот если проходят люди это испытание, потом вот сразу маска. Понимаешь? Ну, все. Выдержать надо главное здесь. Устоять. И дальше все. Дальше уже все награды, шампанское и фейерверк. Хорошо. Дальше уже открытие сезона, понимаешь, так будет. Когда шампанское... Чем открывается сезон? В связи с тем, что побег из Берлина временно откладывается. Да, ну вот, да, планировалось, да. Ну, наверное, сейчас у нас как бы в стадии, так сказать, окончательного там согласования. Потому что есть и технические вопросы, и вопросы с обводами. Ну, наверное, мы откроемся замечательным спектаклем, который зритель наш полюбил. Он существует тоже всего год, этот спектакль «Два веронца». Ну, а я позволю тебе рассказать буквально несколько слов о том, что предваряет открытие нашего театрального сезона. Первого сентября у нас театр идет в люди. Вот. В народ идет театр буквально. Ну, хорошо, что не по миру. По школам мы делаем такой выезд по школам с представлением наших детских спектаклей. И сейчас вот этот момент, он у нас уже в работе, это выглядит чрезвычайно привлекательно. Не знаю, мне самой очень нравится. Я тоже собираюсь на репетицию в ближайшее время, потому что вот уже внутри все кипит и хочется. Ну, и более перспективные планы наши в том, что в этом году у нас планируется открытие детской театральной студии при Театре на Спаске. Да, я знаю, что это, в общем-то, для многих будет праздником, потому что очень многие спрашивают, очень многие хотят заниматься именно на базе нашего театра. Вот. Да, будет. И еще один проект, у которого пока нет названия, но условно я давайте его назову, скажем так, книгой. Это интересно. Банально, но на сегодняшний момент почему-то это становится каким-то открытием для тех, кто не любит читать. То есть вы претендуете на то, что оторвете детей от Ютуба и гаджета? Ну, скажем, не всех, но, вы знаете, сделать попытку – это уже один шаг к тому, чтобы их от этого оторвать. Мы планируем делать такие встречи для детей и их родителей, читать с ними книги, обсуждать эти сюжеты, ну, и проводить мастер-классы, где они смогут визуализировать тех героев или те обстоятельства, которые их зацепят в этом произведении. В общем, вот такие вот у нас ближайшие перспективные планы. То есть там некая тетрализация будет проходить, да, вот того, что они прочитали? Нет, там будет читка, а вот они уже будут либо вышивать, либо лепить. То есть они смогут оттуда что-то забрать, и это им будет напоминать о том, что они сегодня видели. Ну, не мучайте родителей, пожалуйста. Ну, это такой процесс интересный для двух сторон, сразу скажу, не только для тех, кто придёт это всё слушать, смотреть и так далее, но и для актёров, потому что всё-таки это принципиальная разница, да, когда актёр находится в роли, да, в спектакле, и когда он рассказчик, когда он рассказывает, то есть тренинг для актёров там, и тоже, то есть требуется здесь определённое мастерство, и то есть вот они будут тоже работать, тоже нарабатывать опыт там и так далее. Которые будут читать, одновременно общаясь с детьми, одновременно там, вызывая их на какие-то там ассоциации, которые должны воплощаться в каком-то изделии, да, и ребёнок заберёт с собой вместе со всеми знаниями и эмоциями, которые получат на этом мастер-классе. Да, да, да. И что важно, это будет современная детская литература. То есть с детской литературой наших детей знакомят в школе, и мы знаем, что до сих пор и Аркадий Гайдар, и Чуковский, и так далее, и так далее. Задача этого проекта, в том числе, познакомить детей с новыми авторами, потому что сейчас детская литература мировая переживает настоящий бум, но родители часто не знают, что можно почитать, какие книги, и это будет в том числе вот такая история. Такой определенный путеводитель в мире новых книг. Да, добавлю только ещё, что там будет обязательно изюминка, которую не очень хотелось бы, да, там будет и один замечательный местный наш автор наверняка. То есть там такие сказки будут очень любопытные. Он сам будет присутствовать? Может быть, он будет сам присутствовать, но понятно, что будут рассказывать всю эту историю актёры, а в обсуждениях, вероятно, он там примет участие. Это довольно известный человек в городе Кирове. То есть что, мы скрываем его имя? Ну, пока да. И ты не поддерживаешь. У нас остается три минуты до завершения программы. Давайте ещё один приз разыграем, а дальше, чтобы мучения родительские закончились, всё-таки Юлия Беляк скажет, как в театральную студию можно будет попасть. А следите за объявлением в группе, ну и я думаю, что наши партнёры Эхо Москвы поддержат нас в этом, и вы будете знать, и когда это можно будет начать. То есть пока ещё группа не набрана? Нет, пока ещё группа не набрана, но возможность уже обсуждается. Никто ещё не опоздал. Так, ну кто будет вопрос задавать у нас? Коля. Я снова, да? Музыка. А что уже? Ну хорошо, пусть немножко музыки ещё, Денис, включи ещё фрагментик, побить жизнь чуть-чуть. Ой. Мы с девушками сразу затанцевали. Это музыкальный фрагмент из фильма «Лихорадка субботнего вечера». Такой был фильм прорывной 1977 года, который, во-первых, Эбиджи сделал имя мировое, во-вторых, открыл миру одного актёра, который сейчас же считается таким патриархом Голливуда. И ваша задача угадать, кто из ныне здравствующих патриархов в этом фильме практически дебятировал. Голливуда, естественно, да. Это был Сильвестр Сталлоне, это был Джон Траволта или это был Аль Пачино. Очень простой вопрос. Я слышу, что там звонят. Кто снимался главной роли в этом фильме и кто там так лихо всё это вытанцовывал по этой песенке. Сразу всех троих представили, как они вытанцовывают. Я имею в виду тех актёров. Дайте, дайте, дайте мне приз, я знаю. У нас есть звонок? Юлия Невен, да, да. Есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Олег. Ага. И кто же снимался в этом фильме в главной роли? Джон Траволта. Совершенно верно. Это Джон Траволта, такой молоденький, ещё в такой рубашечке в магазине, какими-то красочками торгуя. Так это всё классно. Вы совершенно правильно ответили, какой бы приз вы хотели получить за свой правильный ответ? Книжку, если можно. Книжку, почему же нельзя? У нас есть повседневная жизнь советской столицы при Хрущёве и Брежневе и слово о полку Игореве. Жить в столице. Жить в столице, ну конечно. Жить в столице, наверное. Жить в столице, пообщайтесь с нашим прогрессором. Нам скажут, как получить книжку. Да, спасибо. Ну что, время наше уже практически подходит, к концу практически подошло. Всё ли мы спросили, что хотели, свет? Я думаю, что, конечно, не всё. Поэтому мы назначаем следующие встречи. Это будет уже, я так понимаю, в сентябре. Мы, безусловно, ждём здесь вас с нашим немецким гостем. Мы очень хотим встретиться тоже. Напоминаем, что будет лекция в Политехническом открытая, да, где будете говорить о современном театре, после чего будет читка в Тюзе. И это будет первая встреча, правильно я понимаю, с Тюзем? Его. Наша. Наша. Горожан. Нет, они встретятся в пятницу 22-го. Нет, и в Тюзе. В Тюзе первая встреча. Вот тогда открывает Тюз. В 22-м откроемся, а в 23-м будет встреча. Вот, мы про это. Мы про это. Но ещё неоднократно здесь расскажем, а вдруг там театральная студия пораньше откроется. Мы тут с Беляк тогда встретимся в открывашке и всё про это расскажем. Нужно, чтобы ваша передача была где-то часа на полтора, чтобы мы могли рассказать всё, о чём... Открывашка почти час. Что мы там будем делать в следующем сезоне, все наши планы, все наши проекты и так далее. Разобьём на части. Хорошо. Я так прикинула, значит, три программы будем планировать подряд. Спасибо большое нашим гостям. Владимир Грибанов, Юлия Янушайта и Юлия Беляк. Спасибо слушателям за то, что активно участвуете в викторине, в культпоходе. Хороших выходных. Да, хором сказали, пока. Николай Голик и Светлана Зайдановна. Всего доброго.